Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. Действительно большой, а потому что от Дженни и Магды самых больших жителей Крыма. Вот так вот, друзья, ни много ни мало, что называется. Магдочка старается сейчас быть все время рядом с Дженем. Ну а Дженни это понимает и, конечно же, тоже это приветствует. Вот, Магдочка всю жизнь она была как бы за Дженни, за широкой спиной Дженни. И даже ходила, всегда за ней брала хоботом хвостик Дженни. Иногда, конечно, бывало в их долгой истории совместной жизни и ссоры. Но это было ненадолго, а потом вновь мир и дружба. Вот, друзья, помнится, в советское время был анекдот с СССР, родина слонов. Никто не помнит, друзья, этот забавный такой анекдот, потом который стал даже пословицей. Вот, друзья, протрубила нам Дженни. Не часто можно услышать, как трубят слоны в парке Львов Тайган, но это случается. И вот, видите, мы сейчас с вами послушали. Иногда они трубят гораздо громче, но сейчас они спокойны. И поэтому просто в знак благодарности за угощение. Так вот, друзья, потом это, значит, поговорка переросла. В связи с тем, что в СССР, когда шла вот быстрая индустриализация, погоня за стахановскими темпами, за результатом. И часто уже там в те годы, когда там 70-е, приписки начали делать. И вот отсюда и пошло, что, мол, СССР это родина слонов. Хотя, на самом деле, конечно, что это не так. Но достижений, тем не менее, у Советского Союза хватало. И было их немало. Поэтому действительно было чем гордиться и в научных, и в производственных достижениях. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам за ваши лайки и комментарии. Всем мира и добра.